привет друзья это зимой альберт сегодня мы с вами поговорим о водопроводах и канализациях а также о активах больших деньгах и создание благосостояния ну может быть и скажете альберт что с ума сошел что за темы я что на твою на твой канал захожу ради того чтобы посмотреть видео про водопроводы подождите пару минут мы месяц назад сидели с одним моим хорошим знакомым он предприниматель бизнесмен мы общались он давно живет сша так вот мы общались и как-то вот всплыл сам собой в процессе разговора всплыла тема чем отличаются те люди которые родились с сша от тех людей которые родились где-то вот в странах союза потому что разница во всем она колоссальная это по сути разные стороны планеты и мы как-то так обменивали своими наблюдениями и когда мы об этом говорили но он не сказал что-нибудь типа ну вот американцы толстые он немножко умнее чем это он как бы человек критического склада ума и он выдал такую фразу которая мне очень запомнилась альберт ты знаешь мне кажется они нужно рождаются богатыми а мы рождаемся бедными и нам чтобы стать кем-то построить какой-то уровень жизни нам приходится очень много узнавать очень много учиться очень много работать и начинать с минуса или с нуля американцы ну видимо те с кем он общается да из его круга общения он говорит они очень многие деньги умеют с детства делать я начал размышлять над этой фразой потому что она довольно интересно естественно вы можете сказать альберт альберт это все чушь мы видели в америке есть бомжи мы вы мы видели там в америке есть беданта которые стоят и получают социальное пособие живут всю жизнь на это пособие да да это везде есть но я вам хочу сейчас предложить поразмышлять вот о чем что разница в культурах на западе люди очень очень давно начали работать над тем как строить активы и я бы сказал так что история древняя древнего рима древней греции это видимо оттуда идут эти корни этого этой традиции и на экране вы видите несколько акведуков эти акведуки они были построены 15 столетий назад там 17 12 столетий назад и они до сих пор стоят понятно что они сейчас не эксплуатируются потому что есть более простые способы доставить воду но размышляйте только над мыслью 15 столетий назад каким нужно было быть умным инженером и каким нужно было быть строителем и каким нужно было быть архитектором каким нужно было быть организатором чтобы сообразить что где-то там в горах есть озеро или река и она находится выше левела города который находится где-то в долине и для того чтобы у города было постоянное снабжение водой а не только там весной да когда тает снег кто-то подумал нужно чтобы вот та вода которая находится в нескольких милях или там десятках милях отсюда нужно чтобы она самотеком прибежала благодаря тому что построен под определенным углом наклона этот канал да на опорах и нужно чтобы она таким образом сама отекла и сама поступала в город 15-13 столетий назад насколько нужно было быть уже тогда образованным почему это было чрезвычайно важно потому что люди не живут там где нет воды это принцип который работает во всех странах на всех континентах во все времена если где-то есть река есть устье до река впадают в море в океан то там видимо очень быстро появится город порт какая-то торговая площадь какая какой-то бизнес начнет развиваться какие-то перевозки по реке речными судами перед перевозки по морю морскими судами и так далее и так далее мы недавно были лиссабоне через лиссабон тоже проходит вот такой потрясающий акведук выглядят ну просто космос я когда понимаю насколько сколько веков назад это построено сколько люди вложили усилий вы представляете тогда не было подъемных кранов тогда не было всех тех технологий строительных которые есть сегодня тогда нельзя было просто подогнать бетономешалку и залить цементом то есть людям приходилось это все вручную это на какие-то телега какие-то веревки какие-то блоки какие-то системы какие-то леса это просто уму непостижимо вот еще несколько картинок это дороги которые были построены во времена древнего рима я немного читал о том как 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 и почему римляне строили вот эти дороги почему было чрезвычайно важно чтобы в огромной римской империи которая охватывала все средиземноморье если это современную карту взять это десятки стран будут так вот вся эта огромная территория она была очень хорошо снабжена дорогами потому что у римлян была замечательная организация армии у него была очень четкая структура как все должно функционировать они ничего не оставляли просто на авось так вот римляне имели множество портов в разных частях своей этой империи и им было необходимо две вещи во первых чтобы если некий враг нападет на то или иное портовый порт гавань или на какой-то портовый город то из другой части империи нужно чтобы быстро могло войско римская пехота конница колесница и так далее чтобы это все могло быстро попасть в то место где нужно отразить нападение врага поэтому когда римляне заранее узнавали что где-то где-то готовится какое-то какое-то сражение они могли довольно быстро туда доставить свою армию и вы понимаете что армия если не дай бог какая-то телега или конница начнут застревать в грязи она ну как бы становится бесполезной и армия может быстро двигаться только если есть твердое покрытие и они этот урок поняли еще две тысячи лет назад и я вам покажу еще одну вещь эта картинка которая показывает технологию как они строили свои дороги их сейчас по всей европе то там то там находят и делают раскопки потому что это очень ценный источник находок вдоль дорог всегда можно найти какие-то ну предметы старинные да металлические монеты там еще что-нибудь так вот смотрите был в глубине сначала левел с крупными валунами потом камни поменьше потом еще камни поменьше и сверху уже клалось то что есть аналогом ну тротуарной плитки да только это были плоские камни так вот это все было очень грамотно по левелу построена потому что главная задача дороги чтобы когда растает снег когда будет много влаги чтобы это вода куда-то ушла так вот такая система позволяет воде не оставаться на этой дороге да и они же не строили никакой дренаж никакой автоматически влага просто уходила сквозь эти камни в почву не разрушая само дорожное покрытие вот замечательная фотография которая иллюстрирует дорога которая была построена 2000 лет назад римлянами и дорога которая была построена два года назад справа современные технологии почему я это показываю потому что водопроводы дороги это все то благодаря чему очень быстро и успешно развивалась римская империя и по этим дорогам ну кроме солдат естественно передвигались все другие жители империи торговцы могли быстро добраться из одной части страны в другую и иметь бизнес обычные люди могли пешком или на лошади ходить по этим дорогам и не бояться что они где-то застрянут в грязи и никогда не доберутся до пункта назначения водопроводы дороги крепости порты все это было тем что называется активы в масштабах государства и смотрите мы сегодня с вами я думаю большинство из вас если у вас есть интернет если у вас как компьютер есть я думаю у вас есть водопровод и нашими водопроводами мы вообще-то должны сказать обязаны мы обязаны мы должны сказать спасибо тем людям которые были учеными древними и которые когда-то разработали законы гидродинамики которые изучили этот вопрос и сегодня мы с вами протягиваем руку поворачиваем краник течет вода холодная горячая или смешанная мы поворачиваем краник течет вода в душе мы можем открыть краник наполнить ванну то есть видите мы с вами может быть очень хорошо привыкли к этим вещам но еще всего лишь сто лет назад водопровод в доме был вообще-то диковинкой потому что большинство людей жили в сооружениях которые были без водопровода без канализации и других радостей современного мира и вот какую аналогию я хочу провести возможно вам кажется что поступление денег в семью это что-то что должно делаться так что папа утром встает идет куда-то работает мама идет куда-то работает что-то какие-то действия выполняют и два раза в месяц либо один раз в месяц получают какие-то деньги за это и благодаря этому семья живет и это мышление оно тоже такое знаете outdated то есть она устаревшая этому мышлению несколько веков так люди работали в 15 веке папа и мама шли куда-то трудились дети были там сами что-то делали папа мама вечером возвращались ужин сказка спать и в принципе у людей у большинства людей еще 200 лет назад сто лет назад вся жизнь 90 процентов жизни она происходила примерно так же для того чтобы в семью поступали деньги нужно было где-то достаточно тяжело работать если люди жили в городах то они работали на какие-то фабриках на каких-то мануфактурах если люди имели свое какое-то дело да там к эта мастерская какой-то пекарня там какой-нибудь кафе лавка и так далее то есть любое любое поступление денег семью она требовала чтобы мама и папа шли и работали иногда дети тоже работали вынуждены были если семья жила в селе то работа была еще больше и она была как правило такая неблагодарна потому что люди которые жили в сельской местности довольно часто львиную долю своего урожая что у них там выросло им приходилось отдавать кому-то кто владел землей землей на которой они жили либо этого человека звали феодал либо он был помещик либо он был местный сборщик налогов либо он был кто-то кто назначен какой-то властью государственной или владелец так той местности в которой эта семья жила и он имел приоритетное право с них снимать большую часть всего того что они производили и вот буквально только последних сто лет начали происходить очень интересные изменения причем сша как страна она в принципе она стала местом где эти изменения начали происходить быстрее всего потому что главной причиной почему люди восемнадцатом веке в девятнадцатом веке почему они массово приезжали из европы сша из азии в сша у них появился шанс стать владельцами своей земли потому что в европе большинство людей они были крестьянами но они не имели своей земли землей владел какой-нибудь феодал который был для царских кровей или наместник какой-то или губернатор или вы поняли и у людей допустим из земли капитания у них практически не было шанса подняться хотя бы на миллиметр в социальной иерархии не было шанса если ты не родился в определенной семье если ты каким-то образом не породнился с людьми которые относятся к более высшестоящему классу в обществе и поэтому люди у которых не было ничего то есть вообще вот бедные бедные все что у них было это надежда что они смогут приехать сша на каком-нибудь билет билет третьего класса в пароход какую-то грузовую там каюту чтобы они попали в сша и сша была возможность получить что получить кусок земли потому что на своем куске земли ты наконец-то мог начать выращивать свой урожай многим давали какой-нибудь болото кому-то попадалась земля на которой камней было больше чем почвы кому-то попадала земля которая вся была в днях которые нужно было еще потратить 10 лет чтобы эти пни оттуда выкорчевать кому-то доставался кусок вообще не пойми чего где-то посреди аризонской пустыни попробуй что-нибудь вырастить в этой аризонской пустыне то есть вы понимаете далеко не всем повезло с хорошими кусками земли но все равно для многих людей это был единственный шанс в жизни причем они понимали что это шанс жизни не только для них это шанс в жизни для того чтобы их дети уже родились фермерами и собственниками своей земли чтобы их внуки могли тоже быть собственниками своей земли и чтобы таким образом в его роду семейные активы начали передаваться из поколения в поколение потому что он сам от своих родителей получил бублик до ноль и он понимал что 20 лет 30 лет 50 лет неважно сколько лет он будет тяжело работать скорее всего он умрет ровно таким же бедным каким он был почему потому что в европе были немножко такие вот устаревшие да традиции такая же беда была и в россии в украине больше 90 процентов населения это были крестьяне зарубежья не которые не имели своих активов которые не имели своей земли вынуждены были работать на каких-то панов которые не имели своей земли вынуждены были работать на помещиков которые не имели своих ничего либо ехали в город чтобы попробовать там работать на фабрику но когда ты работаешь на фабрике фабрика не делает тебя совладельцем фабрики ты как приехал бедный рабочий так и останешься бедным рабочим. Может, мастером станешь, если много лет тяжело будешь работать. И поэтому точно так же огромное количество людей из Украины, из России, из других стран, которые вы знаете, тоже поехали в Канаду, тоже поехали в США. Почему? Потому что был шанс наконец-то отвоевать какой-то кусочек собственности себе под солнцем. И давайте я еще один пример приведу по поводу активов. Сейчас, в 21 веке, в мире существуют места или даже страны, где люди воду получают примерно таким способом. Они просыпаются рано утром, ну, чаще всего это женщины этим занимаются, берут какие-то емкости для воды, какие-то кувшины, какие-то ведра, идут несколько километров, там какой-то есть источник, набирают воды для всей семьи, несут ее опять не столько километров к себе домой. И таким вот образом каждый день с понедельника по воскресенье и снова с понедельника и так всю жизнь люди таким образом получают воду и у них нету никаких других альтернатив. Вы думаете, ну, что за придурки? Ну, взяли бы, купили там PVC-труб, там проложили всем селом какую-нибудь трубу и поставили бы там насос, и этот насос скачал бы им воду. Да, это вы так понимаете, потому что вы живете, ну, в довольно цивилизованном мире. А для тех людей это норма, потому что их мамы, их бабушки, их прабабушки, прапрабабушки, они все делали то же самое. Они каждое утро вставали, брали емкость для воды, шли к источнику, которая, кстати, иногда пересыхает, да, тогда всему селу очень тяжело приходится. И таким вот образом все свободные руки в семье, там, дети какие-нибудь, все носили эту воду. И я хочу провести аналогию, потому что та же самая беда у многих, многих семей по всему миру. Та же самая беда и с деньгами. Базовое знание, что деньги — это не должно быть что-то такое, что ты должен с трудом приносить каждый день в семью. Базовое знание, что деньги должны поступать иначе в семью. Ты должен открыть краник и сколько нужно денег получить. Закрыл краник. Многие подписчики скажут, Альберт, ты же какой-то чокнутый. Если бы к нам так деньги поступали, открыл краник, налил сколько надо, закрыл, мы были бы самыми счастливыми в мире людьми. Вы размышляете об этом? Мы живём в смысле финансов в обществе, которое ещё аналогично вот тем людям, которые носят каждый день воду к себе домой. Но посмотрите на фотографии. Две тысячи лет назад люди уже умели делать так, чтобы вода поступала к ним в дом самотёком. Тысячу лет назад уже люди умели строить дороги, которые не нужно переделывать каждых два года. Которые просто вот один раз делали и всё, это навсегда. Представляете, какой актив для государства, да? Вот один раз её построили и она работает веками. Уже пятьсот лет назад люди научились, что, ага, если в городе канализацию, ну, отходы, да, какие-то жизнедеятельности просто выливать на улицу, то в городе, вероятно, будет постоянно плохо пахнуть. Люди уже это заметили. И в средневековых городах это была нормальная ситуация. И, по-моему, выливали на улицу просто они самотёком там куда-то, дай бог, если дождь куда-то смоет, да? А представьте себе, если недели нету дождя, и это всё просто на солнце как бы издаёт аромат. Отсюда заболевания, отсюда чума, отсюда другие вещи, которые разносятся, да, крысы и всё прочее. И люди подумали, ага, нам надо как-то по-другому строить города. Надо как-то так делать, чтобы все отходы жизнедеятельности, чтобы они стекали куда-то, чтобы они не лежали на улицах, да? Это была гениальная мысль. Кто-то, может быть, посмотрел на эти акведуки, подумал, если к нам так поступает вода, то почему не сделать так, чтобы наши отходы тоже так же куда-то утекали? И я был в нескольких городах, которые довольно старые, например, город Львов. Очень, очень, очень давно там додумались, что взяли подземную речку, просто закрыли, да, полностью сделали её такой, которая служила, по сути, городской канализацией. и эта подземная речка, туда, весь этот старый город, туда сливали все эти нечистоты, они просто утекали вместе с потоком реки. Гениальное решение. Почему я это рассказываю? Потому что людям нужно было сначала, чтобы прошла большая чума, чтобы сотни тысяч населения в Европе умерли из-за того, что заболевание распространялось просто кошмарными темпами, для того, чтобы люди сообразили, что чистота очень важна для выживания города, потому что отсутствие канализации, отсутствие водопровода убило целые города. Остались только крепостные стены, и остались эти камни, остались дороги, но люди умерли. Были просто полные города трупов. Видите? Люди заметили, что нужно, оказывается, строить и вот эту вот вещь. В 21 веке люди заметили, что без интернета города не живут. А интернет, я имею в виду оптоволокно, это чьи-то активы. Кто-то делает деньги благодаря тому, что по этому оптоволокну передаются какие-то гигабайты данных. И смотрите, представьте себе, что вы человек, который из 21 века попал куда-нибудь в Древний Рим. скажите, вы захотели бы быть, ну, при условии, что вы гражданин Рима, да, ситизен Рима, хотели бы вы быть тем инвестором, который, допустим, владеет водопроводом, пусть небольшим, каким-нибудь маленьким, водопроводом, и вы получаете деньги за то, что люди потребляют воду, и вам какая-то копеечка каждый день, каждую неделю поступает. потому что, естественно, люди платили за пользование этой услугой, да, почему нет. Представьте себе, что вы являетесь инвестором или сой инвестором какой-нибудь дороги, а дороги, мосты, ну, это же тоже вещь оплачиваемая. Точно так же, как сейчас люди платят толпасы, когда едут через хайвей какой-то, пользуются, точно так же раньше люди платили за пользование там, какими-то дорогами. Телега проехала через ворота, заплатил. Представьте себе, что вы могли бы быть инвестором, который владеет компанией, которая владеет каким-то оптовым окном, по которому передаются какие-то данные, да. Представьте себе количество доходов, которые вы можете передать по наследству своей семье, потому что вряд ли кто-то перестанет пользоваться интернетом ближайших лиц, и так далее, и так далее, и так далее. На что я пытаюсь вас натолкнуть? На мысль о том, что люди в западной культуре богатые, давайте будем говорить про богатых людей, да, они учат своих детей тому, что когда ты становишься более-менее взрослым, то ты учишься пользоваться теми активами, которые есть у твоих родителей. Ну, при условии, что у родителей что-то есть, мы говорим сейчас о людях, которые имеют бизнес, инвесторы, они становятся владельцами какого-нибудь поместья, они становятся владельцами каких-нибудь картин, они становятся владельцами каких-нибудь шахт, которые, может быть, находятся в другой стране, они становятся владельцами земельных участков, которые имеют хороший потенциал, потому что они находятся на берегу моря, и рано или поздно этот участок будет использован для того, чтобы там какой-нибудь отель построить или яхт-марину или ресторан то есть понимаете люди в западной культуре они уже веками стараются своим детям передавать знания как включать воду вот как мы своих детей учим что вот так включается душ вот так включается туалет вот так включается плита вот так включается посудомойка вот точно также люди в западных странах своим детям показывают что а вот так вот делается интересно активы вот так вот делаются депозиты вот так вот покупаются акции вот так вот акции менеджируются вот так вот недвижимость приобретается вот так она менеджируется вот так вот она передается твоим детям и это создает слой за слоем вот как дорога у этих римлян прадедушка когда-то создал компанию его дети добавили внуки еще добавили правнуки приняли управление и это не обязательно уже одна компания может быть это уже целый конгломерат разбросаны во многих странах и так далее и так далее и когда ты смотришь на на вот это знаете такая приступ зависти появляется потому что у нас не было шанса это иметь но я имею ввиду у нас тех кто родился там в странах бывшего союза потому что наши мамы и папы бабушки дедушки прабабушки и прадедушки как правило находились такой ситуации что им запрещено было иметь какую-либо собственность которая генерировала доход потому что прерогатива получать доходы от активов было исключительно у членов руководящей там партии стране у наших про 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 бабушек и дедушек также не было возможности иметь какие-то активы и получать какие-то доходы от этих активов почему потому что была какая-то империя был какой-то император и вероятнее всего ваши про 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 были лучшем случае крестьянами безземельниками в лучшем случае может быть у них было что-то но скорее всего революция война революция война война революция продоразмертка коллективизация голод революция война и вот вот это вот вся чехарда с войнами революциями и сменами власти она привела к тому что практически каждых там 30 50 лет полностью смывается весь опыт о том как вообще нужно строить жизнь и как нужно создавать активы и вообще ли что-либо создавать смывается знание о том как это можно было сделать убиваются люди которые имели инициативу или лидерские способности или имели вообще наглость что-либо создавать или вообще захотеть быть состоятельными классовая ненависть знаете рабочие матросы всегда найдут кого-то у кого чего-то больше чем у них и всегда найдут объяснение а почему вы убили эту семью ну они они кулаки были они были буржуи они были там еще кто-то просто у этих людей было чего-то чуть чуть больше чем у вас и это к сожалению на вот этой вот евразийской части до европы происходит трагически и регулярно даже сейчас это происходит и давайте чтобы подытожить это видео я не хотел чтобы она была какой-то грустная я хотел чтобы она позволила вам поразмышлять над вопросом почему мы должны что-то кардинально поменять у нас есть шанс что-то кардинально поменять чтобы нашим детям внукам правнукам не пришлось делать эту тяжелую работу вместо нас если наши там знаете бабушки дедушки родители не умели в переносном смысле пользоваться трубопроводом канализацией тем 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 то мы ведь можем научиться этим пользоваться если нашим предкам либо обстоятельства либо какой-то тиранский режим не позволял создавать активы не позволял создавать свой капитал не позволял создать какие-то ценности которые можно передать поколениям то мы обязаны это сделать мы обязаны вот это кардинальное изменение произвести иначе мы бесполезное звено в цепочке нашей родословной на нас ничего не изменилось вот некоторые вещи которые мне сразу же пришли в голову и просмышляете может быть что-то из этого вам подойдет естественно вы свободно выбирать но сейчас как никогда в другое время появились потрясающие возможности чтобы по-настоящему начать что-то менять итак первое у нас есть возможность поменять культуру которая нас окружает и нас у нас есть возможность поместить себя в ту среду где люди умеют делать деньги смотрите географически вы можете спокойно сейчас сняться и переехать в другое место если вы знаете что в том месте где вы жили где ваша семья где ваши предки жили у вас не было шанса создавать активы создавать трубопровод для финансов поменяйте культуры поменяйте то место где живет ваша семья может помочь вторая вещь вторая половина этой задачи это поменять то окружение с которым вы имеете дело каждый день это более трудная штука потому что если твое окружение будет говорить сиди здесь тут твоя родина сиди здесь тут твои могилы предков сиди здесь никуда не рыпайся ты нигде не нужен ну и так далее вам сложновато будет что-то с этими родственниками сделать в принципе любое изменение практически невозможно поэтому тут дело ваше но я бы сменил окружение вдруг поможет вторая вещь изучить досконально все мыслимые способы приобретения активов мне когда-то когда мне было лет 19 мне дали такое задание какой-то семинар по бизнесу был напишите пожалуйста способы которые вы на сегодняшний день знаете как создаются активы я долго чесал тыковку что-то я там вспомнил про какие-то акции какие акции в украине сейчас фондовый рынок даже не работает что-то я вспомнил про недвижимость чтобы купить недвижимость с моей тогдашней зарплатой нужно было работать лет 150 и понимаете обычно вот на этом принципе заканчивается все в то же время западных странах вот на вот такой вот вопрос любой студент может вам написать с на 10 страниц способы которыми можно создавать активы приобретать активы и третья вещь я бы посоветовал найти всевозможные книги как минимум 10 о создании активов с нуля создание бизнесов с нуля очень интересная вещь есть такая поговорка если ты прочитал хотя бы 10 книг на одну тему то ты можешь считать себя специалистом не то что там профи 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 специалист если ты прочитал 10 книг по определенной теме почему потому что вероятно люди которые изучали эту тему где-то в вузе они прочитали меньше книг на эту тему и сейчас слава богу есть интернет вы можете практически за копейки иметь доступ ко всей этой информации и вот тут есть одна поправка 23 года назад книги которые я мог читать по бизнесу они были в основном на русском языке почему опера потому что я не говорил на других языках во вторых то что переводилась тогда это были ну какие-то там три-четыре издательства которые ну как правило находились там где-то в россии и знаете книжки обычно такие желтенькие были не знаю почему-то всегда обложку для них делали желтую видимо это как-то связано с деньгами или успехом и книжки киосаки книжки бода шефера книжки роберта аллина книжки там еще кого-то то есть вот это вот вещи с которых я начинал и сейчас это все выглядит совершенно иначе когда я захожу в магазин barns and noble количество книг которые стоят на полках по бизнесу просто приводит в трепет и восторг потому что я вижу вижу там допустим книга билла гейтса книга илона маска книга лорна баффета книга еще кого-то книга еще кого-то и я смотрю елки-палки эти люди были миллионерами тогда когда я ищу школу заканчивал когда я учился своем первом институте они уже были миллиардерами и я могу сейчас совершенно спокойно взять их книжку на английском языке читать я обнаружил что там ценные мысли есть некоторые методы не подходят для моего бизнеса но в целом концепция очень интересная когда я читаю книги на английском языке то я вижу что я могу взять эту вещь и тут же в америке ее применить в бизнесе или приобретение активов или в продаже активов или в покупке активов или еще что-нибудь с активами и более того сейчас есть очень много новых таких знаете слоев которые появляются буквально за последних несколько лет если раньше можно было приобретать собственность только в нашем физическом мире да то есть ту собственность которую можно было потрогать там земля дома акции бизнеса там и так далее то уже можно приобретать собственность и в цифровом мире представьте себе на секунду если бы вы лет 15 назад зарегистрировали доменное имя hope.com надежда.com знаете сколько миллионов долларов сегодня стоит такое доменное имя но у него есть владелец майкл сейлор и есть еще много таких вот вещей которые нельзя потрогать руками но они уже есть в цифровой вселенной и они растут в цене каждый день мало того они еще и генерируют cash flow и эти штуки являются тем во что можно инвестировать даже если вы живете не в сша даже если вы не живете в европе вы находясь скажем в киеве можете абсолютно спокойно инвестировать в то что сейчас в огромных количествах создается в найти такой интернет цифровой вселенной и это есть огромная штука для множества украинцев и других жителей жителей бывшего союза потому что находясь и пользуясь интернетом на другом континенте в другой стране может быть даже там где идет война вы тем не менее с правильными знаниями вы можете зарабатывать деньги в западном мире там где за ваши навыки готовы платить большие деньги десятки сотни тысяч долларов и это уже не шутки представляете если сто лет назад иммигрант должен был сначала много месяцев или лет копить деньги купить себе билет на пароход приплыть в америку героические покорять дикий запад отстреливаться от индейцев постараться не умереть от болезней постараться чтобы тебя не убили грабители наконец-то стать фермером и наконец-то делать какую-то прибыль представляете дать длину карьера то сейчас можно стать цифровым иммигрантом за пять минут просто включив компьютер получив правильные знания использовав эти знания в цифровом мире для того чтобы сделать что-то что создаст вам активы которые будут вам генерировать cash flow и может быть еще вашим детям и вашим внукам и правнукам и когда-нибудь ваши потомки над камином в фамильном доме будут смотреть на ваш портрет не говорить блин умный у нас был папа мама они были вообще супер как они могли додуматься вот начать вот это делать и благодаря ним теперь мы живем как люди хотя как люди с большой буквы л и у вас будут активы которые можете своим детям и внукам передавать и я вам желаю чтобы у вас это произошло как можно скорее несмотря на все трагические события несмотря на то что сейчас будет рецессия будет страшная инфляция будет повышение цен все это будет но потом начнется очень большой интересный расцвет и во время этого расцвета или возрождения очень важно будет чтобы люди с правильными мозгами с правильным мышлением начали создавать правильные вещи если у вас есть идея о том какие активы можно создавать сейчас какие активы можно покупать напишите в комментариях мне будет интересно ваше мнение пока а